Продолжение следует... И в эфире Винвензум номер 682. Тема сегодня. Как стать юристом для онлайн-школ и бизнеса спикер Сергей Мерзляков. ВК.ком.мс.легалюрист. Сергей, добрый день. Добрый день, Влад. Сергей, а вы сами когда-нибудь пользовались услугами онлайн-школ? Онлайн-школ пользовался и не раз. Потому что ввиду того, что хоть я и отработал много лет юристом, но всегда нужно осваивать что-то новое. Как по направлениям, так и вообще в целом. И поэтому проходил различное обучение. Как раз именно вот чтобы помогать онлайн-школам, вообще бизнесу в интернете, я как раз проходил обучение. Ага. Но вам понравился опыт? Все правильно они делают? Ну, все правильно, так не бывает ни у кого. Бывают погрешности, ну в основном да. И так как эта тема вообще в целом, она сама по себе относительно новая, и поэтому приходится всем учиться на своих ошибках. И тот, кто правильно поступает, он всегда даже со своими учениками старается поддерживать связь обратную. Где-то что-то дорабатывается, изменяется, дополняется. В том числе и, допустим, даже те же документы на сайтах. И те, кто более честный, например, Вера Гайду, даже вот она всегда рассказывает, допустим, да, с чем она сама сталкивается, потому что обучает юриста для онлайн-школы, для бизнеса в интернете. И сама даже судилась со своими бывшими учениками. И 50-50, так скажем, успехи-то были. Ну, то есть любому организатору онлайн-школы, а также любому ученику онлайн-школы нужно быть готовым, что могут быть разногласия. Да, и всегда их нужно цивилизованно разрешать с помощью юриста обеим сторонам. Я вспомню разговор мой с основателем кофейни. Он говорил, чтобы создать идеальную кофейню, нужно пойти в ту кофейню, которую ты считаешь идеальной, и прямо от входа проследить, почему там тебе так нравится. То есть что они делают, как они раскладывают предметы, помещения, какой там запах, я не знаю, в общем, все. То же самое касается онлайн-школ. Когда вы сами были учеником, во-первых, на что вы обращали внимание? Достойна ли она доверия, эта школа? Ну, тогда расскажите, уже как человек, как юрист, как ученик, что нужно как бы от входа, зачем следить внимательно, да? Ну, внимательно нужно уже выбирать спикера изначально, потому что те, кто сильные спикеры, но они уже не боятся, они, как правило, проводят бесплатные вебинары. То есть, допустим, я несколько раз побывав на вебинаре у того или иного спикера, уже имею, уже как юрист, да, больше, вот именно я больше для повышения квалификации, там еще чего-то посмотрел, что они дают на, так скажем, бесплатных вебинарах, или какая реальная польза есть. Дальше нужно посмотреть, естественно, отзывы. И отзывы, ну, не просто именно, когда там у них просто ихний сайт, вот, и там, как правило, только одни положительные, ну, редко встречаются отрицательные. Если есть отрицательные, это тоже определенный плюс. И нужно проследить. Потому что они умеют работать с претензиями, с негативом, с возражениями. Я даже не скажу, что это совсем сразу полностью негатив. Я же еще раз говорю, некоторые сами говорят, что-то, если не понравилось, пожалуйста, всегда напишите, обратитесь, мы поработаем. Некоторые хоть не говорят, но видно, что идет работа с возражениями. И когда вот это более полезно читать, видно, что возражения-то какие, они идут просто на эмоциях. Ну, там, типа, не нравится, не смотри, да. Там, не нравится, не плати, не добей. А когда, да, вот это так, ну, бывает, что человек, который написал вот этот отзыв, он, может, действительно, что-то и сам-то не совсем понял. И когда больше-то идет разъяснение, мы это сделали, почитаем, потому что это вот так вот, вот так вот. Да, спасибо вам, что вот это заметили, но мы это сделали, там, с учетом, допустим, каких-то предыдущих опытов, да, то есть, допустим, если там, к примеру, делается оплата уроков, то почему, допустим, первые, вот я как делаю, будут дороже, допустим, чем последующие, потому что, да, это, ну, есть определенные требования, так скажем, маркетинга, и именно с юриспруденцией, чтобы, ну, меньше попадать в просаг. Вот. И когда вот этот момент изучив, пообщавшись, увидев, то тогда уже, вот я лично, ну, по такому принципу заходил. Далее. То есть, первый шаг, это всегда нас привлекает личность, харизма спикера. Второй шаг, это как он работает с возражениями. Не он сам, может быть, лично его команда, да, как они работают. Третий. Какие документы заключаются обычно между учеником и онлайн-школой? Как у вас было? Если все правильно, честно работаю, да, то заключается договор. То есть, в договоре уже прописывается непосредственно, кто это предоставляет курсы. Если это уже лицензионное, то это уже как минимум ИП у него есть, там, либо ООО. В договоре прописано именно, что дают, именно там определенный план, разбивка по программе. Вот когда лицензия, программа, тут вообще, так скажем, ключевой момент. Сейчас в инфобизнесе очень много таких услуг, которые, ну, скажем так, эзотерически, например, там с лицензией может быть проблемно, да, вот, но все равно должно быть разбита программа учебная, да. Какие критерии, какие этапы, да, как у вас было, например? Да. Я вот начал разговор с того, что вот, когда лицензия есть, да, допустим, когда ты проводишь именно курсы, да, разница между, допустим, дополнительным обучением, это когда лицензия есть. Если курсы, ты их ведешь сам, лицензия тебе не нужна, ты больше особо никого не привлекаешь, вот. Тогда, естественно, вот эти моменты прописываются в договоре. И всегда нужно было, нужно понимать, что, как говорится, какой-то определенный продукт, у продукта есть какой-то, ну, либо результат, либо тогда временное, что да, я говорю, к примеру, час об этом, следующая там, типа, тема, вот это, она занимает столько-то времени, и так далее, и так далее, и так далее. Вот если это все в договоре, ну, как правило, не договор, в договоре меньше, а делается приложение номер один, и там вот это все моменты прописывают. Особенно, если это был менее объемный, и я вот как рекомендую, чтобы закрывать акты выполненных работ, как говорится, провел, там, часовой, не поленись, отправь акты выполненных работ, подпишите сторонами, тогда и стороне будет понятно. То есть прямо на каждом этапе, да, и этих этапов может быть несколько, да? Потому что многие, получается, проблемы, курс прослушают, потом пишут претензию, а мне он не понравился, я не вижу результата. А если, тем более, если это было, как вы видите, там, изотерики, и так далее, когда не для бизнеса идет обучение, да, какое-то, либо это какие-то там, как рисовать, как там гвозди забивать, да, к примеру. А я не увидел результаты, и всегда могут подать в суд, вот нам такого учителя вернуть деньги, потому что он посчитал, что, ну, ты не донес... А если он подписал акт выполненных работ, то уже претензии невозможно. Да. То есть акты подписал, значит, ты уже там что-то увидел. Давайте еще усложним задачу. Вот недавно у меня была героиня, которая и сама сейчас бизнес-наставник, и сама училась бизнес-наставничеству, и вот там сейчас огромные суммы же за обучение, да, вот, и там она заплатила 500 тысяч рублей. Вот, и в итоге, как вы сказали, поняла, что, как бы, а внутри-то ничего нет, а вернуть невозможно, потому что она уже там согласилась, так сказать, и все, да, вот сама заплатила, никаких актов там выполненных работ не было, и так далее. То есть, каковы могут быть критерии с бизнес-наставником, потому что там часто критерии, ну, какой, масштабирование бизнеса, да. Но ученик, например, и учитель, да, учитель может сделать все от него возможное, а ученик, ну, просто не делает реальные шаги. Конечно, не будет никакого масштабирования. Или наоборот, у учителя одна вода, оказывается, да, и тоже. Расскажите, как здесь можно застраховаться обеим сторонам. Я могу сказать на конкретном примере, с которым сам сталкивался, у него была клиента в Самаре. Так сказать, учитель был в Казани, вот, там сначала хотели сделать по закону, начали про потребителей, но у нас не пошло, потому что все-таки именно про бизнес был. Раз про бизнес, и она как КП проплатила. Именно про масштабирование бизнеса, да? Да, 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 там создание, масштабирование, там они планировали вроде много. В договоре были прописаны конкретные сроки, там буквально месяца, по-моему, 3-4, чтобы запустить все, пошел, должен пойти бизнес. А какие были критерии прописаны роста бизнеса? Были какие-то прописаны, нет? А до этого дойду. Там, прежде всего, сначала же было создание, да, там, у них было даже хорошее приложение, что там в такой-то срок они, допустим, изучили целевую аудиторию, набросали вроде бы вот это, вот это. Но это не было прописано по срокам, допустим, я там неделю, допустим, изучаю, неделю там какой-нибудь контент-план составляю и так далее. Там этот учитель, так скажем, ну, назовем его продюсера, да, как сейчас это будет себе называть, вроде это наделал, набросал и выслал, но с той стороны-то не было четко, что ты даст сделать там в такой-то срок. Обратно вот это не было прописано. И поэтому он вроде там, когда захотел, что-то скинул, когда не захотел, не скинул, вроде какие-то телодвижения были. Но по факту наступил там, например, по-моему, март месяц, ничего не запущено, ничего не сделано. И подшли вот эти споры, переговоры. Он так, я вроде что-то делал, она-то тут конкретно не что-то, потому что в договоре прописано, что через три месяца должен запуститься бизнес. И когда вот это идут три месяца, если ты сделал вот это, ну, начнем там с целевой аудитории, изучил, ты выслал, должен им, допустим, написать, в течение там двух дней ты должна это понять, сделать там какие-то выводы, ну, какое-то задание выполнить. Если она это сделала, да, это, допустим, ей плюсик, ему тоже плюсик, все хорошо. Там следующее, нужно сделать, допустим, проделали это, и там всегда в договоре две стороны. И есть обязанности и той, и другой стороны. Если обе стороны их исполняют, тогда у них и бизнес запустится, и что-то будет. Но когда одна сторона что-то поделала, другая сторона то ли делала, то ли не делала, но результата все равно нету. И тут, прежде всего, продюсер несет ответственность. Раз ты это не подогнал, не зафиксировал, не выставил ей претензию, что, извини меня, раз ты ничего не делаешь, давай-ка мы с тобой расстанемся. То есть, опять же, конкретные этапы и выполненные работы. После каждого этапа должен подписываться учитель. И учитель. Вот тогда у них будет все хорошо. А когда одна сторона чуть-чуть, другая чуть-чуть делает или чуть-чуть не делает, вот из-за этого и получают споры. Но в любом случае, в данном случае, вот я могу сказать показания, раз он этого не сделал, сроки не проставил, но только один срок. Дата оплаты, дата, когда должен, по идее, запуститься бизнес. Две даты, других никаких нет. Наступила дата, когда должен бизнес запуститься, а дата, мы ничего не запустим, он такой, так я делал, ты не запустила. Тут труды все-таки занимают сторону, именно не продюсера, а той стороны. Ну да, я получил, что делать, а указаний нет. А во-вторых, бизнес сам по себе непредсказуемая штука, даже ты там, не знаю, проплатишь все таргетинговые рекламы и так далее, а как бы откликов нету, нету конвертации, да, то есть здесь невозможно заранее все предусмотреть, да, вот в этом смысле. И тоже, соответственно, продюсеру нужно постраховаться в этом смысле, да, какие там критерии нужно прописать, потому что он по теории все сделает как надо, а на практике окажется в конкретной точке, ну там в этом смысле спрос не появился. Ну тут я, наверное, не открою великой тайны этих всех учителей, вот я, допустим, сам некоторые курсы проходил, так обучение, по тому же там таргетингу, я, конечно, не скажу, что я там запустил, но не было самой цели, мне нужно было просто общее понимание, так как я это говорю, сам, что если я этого не буду понимать, как я сделаю более-менее договор, чтобы, так скажем, вот эти вот контрольные точки, если ты все-таки действительно продюсер, ты тоже, значит, проходил где-то обучение, и в этих обучениях, у них, ну в нормальных, я имею в виду, курсах или в онлайн-школах, а их этому учат, и причем по каждой ниши, и почему, допустим, ученикам говорят, что вы не начинаете свою работу с юристов там, свадебных там, это те ниши, которые сложнее всего продвигать, потому что оказание юрслуг, может человеку понадобится раз в жизни, а может вообще никогда не понадобится, поэтому ты хотя бы начинай с тех ниши, которые более-менее живы, если парикмахерский раз в месяц, у тебя один и тот же человек приходит, там все равно ротация более-менее большая, то при определенных усилиях у тебя хоть какой-то результат будет. То есть нужно выбирать правильную нишу. Там, если, например, запуске у них должно быть, ну уже пробные какие-то делали, да, там где-то завод, где-то еще какие-то пробные, вот, к примеру, там 10 лидов должно прийти, то они в договоре прописывают, как правило, 5 лидов, поэтому знаю, что примерно 10 это же вообще будет прекрасно, а если там 6-7, тоже замечательно, и поэтому тут у них свои латвхайки есть, поэтому если он действительно хороший продюсер, то даже если какие-то пошли сбои, он-то в уме держит 10 лидов для себя, ну, для клиента, он должен заявить, примерно, я образы говорю, примерно 5, может, как мне говорили, ну, тогда ты понимаешь, как продюсер, могу сказать, что я тоже сталкивался, да, я запущу, там все хорошо, а в результате, ну, не запустилось, а потом, когда другой специалист смотрел, так он и говорит, Сергей Ленин, а у тебя не пошло даже, потому что, когда нужно было тестировать, и она ставит, что, клики, и на друзей, а друзей, клики, самые дорогие были, 500 рублей, зачем она их вообще, допустим, тебе ставила, она тебе бюджет слила, только к этим кликами, мои знакомые, друзья, увидели, что моя реклама пошла, они, интересно, нажали, а у меня раз 500 рублей, раз 500 рублей, я потом уже, друзья, не наживайте, это никого, не для вас, но было уже поздно, бюджет слил, вот вроде бы, на такой ерунде, а как специалист, он должен знать, я когда претензии эти выставил, связывался с ее учителем, и он мне начинает доказывать тоже, так, ну и все, хорошо, значит, может там группа у тебя не так, извините меня, говорю, группу вы видели, что там есть, видели, это мы все обсудили, но то, что вот вы слили бюджет, вот на такой ерунде, на остальные-то особо-то денег-то не осталось, то кто тут виноват, если ты заявляешься специалистом, то ты будешь добры, эти моменты просчитать, их этому учат, ну и вы считаете там другие учителя, поэтому это просто любители все, ай да там, это не так, это не так, извините меня, тут, как говорится, если ты взялся, ты должен какую-то ответственность внести. Ну да, но со стороны не специалистам трудно понять, насколько стратегия правильная, в этом случае ориентироваться только можно на отзывы других учеников, или еще на какие-то внешние признаки. для этого уже смотрятся и кейсы, и по возможности связаться с теми, с кем они уже эту работу проводили, даже если пускай это не ваша ниша, там какой-то другой, но все равно, да, ты там с человеком, ну просто связаться, тут проблем это большой, это нету, вы с этим работали, с этим человеком, да, работали, что можно сказать, там как было, так было, какие-нибудь там несколькие наводящие вопросы, тоже задать. Причем, как проводить, очень важно, даже не с одним, а с несколькими, да, потому что, минимум там, несколькими лучше, да, потому что можно заявлять там какие-то кейсы, да. Кстати, я как журналист тоже хочу отметить этот момент, например, очень часто же, когда, прежде чем кого-то пригласить, я смотрю, если человек рассказывает только про себя, про себя, про себя, только фотки его, его, его на странице, это плохой признак, потому что настоящий продюсер, хороший учитель, он часто публикует успешные кейсы своих учеников у себя. Ты покажи мне своих учеников, а не себя хорошего, тогда я, тогда я поверю. Вот, в этом смысле. А давайте поговорим о том, как за пять лет вы научились быть юристом онлайн школ. Какой вы путь прошли? Ну, за пять лет, то есть, пять лет назад, как бы, тоже уже многие темы приедут, я уже, ну, работаю 27 лет, ну, в октябре уже, получается. участвую. Юристы там такие, у вас там, вы семейными, все что угодно. Мы сейчас сегодня говорим только про онлайн. С чего начинается? Это прежде всего, ну, определенный выгорание, когда дно и то же, вышел, так скажем, на вольные хлеба, многие темы, ну, уже реально надоели там, и так далее. Ну, периодически в интернете был, ну, и начал рассматривать, именно, вижу, что, как бы, можно оказывать юристские услуги и в онлайн. Вот. И потепенно так, начал так немного изучать, там, проходил какие-то вебинары, какие-то, ну, небольшие, недорогие курсы. Сам начал пробовать. А можете назвать, у кого стоит поучиться? Когда пошла пандемия, и когда, ну, реально суды закрыли, я в офис ездил до 8 утра, пока полиции нету, и в 9 вечера, когда уже нету полиции, чтобы до офиса добраться. Сергей, а у кого стоит поучиться, вот вы раз учились этому, да, кого можете называть? У кого повысить квалификацию именно по онлайн-школам? Как юристу? Потому что, может, кто-то хочет пойти по вашему пути. Ну, мне вот и сейчас тоже, как бы, я тоже периодически изучаю. Это Вера Гайдук, она, так скажем, опытная женщина, как юрист. Сама она из Новосибирска, она, по-моему, сейчас до сих пор. То есть, у нее богатый академический опыт, потому что она в университете преподавала, да, вот эти тоже дисциплины. Сама как практик работала, потому что, ну, не раз с ней общался, да, и когда вот она, как раз, ну, в те времена начала именно создавать, это начало, это у нее курсы были, сейчас у нее тоже это онлайн-школа, она уменяла название, вот, я вижу, что человек, она, ну, реально на практике это все делает, у нее уже несколько, так скажем, у нее научились, что сами не умели или не подозревали, что будут такие аспекты, в принципе, это же стандартные, да, вот, юридические услуги, показания услуг, но есть какая-то специфика онлайн-школ, да, чему вы научились, вот, уникальному в этой, Вера Гайдук? Ну, уникальны, во-первых, я могу сказать, что это прежде всего тоже и теория, почему она важна, когда я учился много лет назад, к примеру, там, авторского права и других моментов, четвертая часть гражданского конкурса просто не было в природе, научить-то было... Онлайн-школа-то массовых еще пять лет назад не было как раз, да, они сейчас пошли все. Вот, и поэтому вот, она именно, вот как теоретика, она тоже эту тему изучила, начала на практике, и причем, а практика, ну, она реальная, когда, причем и открытая, ну, и кулуарная, она расскажет, на чем она сама ошибки-то совершала, когда, допустим, где-то фотографию неправильно разместила, с ней даже судились, где-то 50 на 50 посудились, где-то там еще какие-то моменты были, то есть, ну, помогают разрабатывать именно документы, а там же многие требования, раньше, ну, договора я делал, а те же аферты именно для сайтов, для меня это тоже было, ну, довольно-таки новое, и там определенные требования есть, если это аферты на услуги, это одно, а если это на продажу товара, это другое, и вот таких вот много познаний, которые, ни в одном учебнике пока еще, как говорится, нет, они только наработаны на практике, либо уже на судебной практике, но ее тоже нужно еще, и отыскать, вот эти моменты. Как вы пишете, во избежание проблем в споре с контрагентами, ну, то есть, с вашими клиентами, да, или, например, с другой стороны, да, вы хотите где-то учиться в какой-то онлайн-школе, соответственно, онлайн-школа для вас контрагент, вам необходимо, пишите вы, договор аферты, произносится аферта или аферта, или так и так? Не-не-не, аферта, это слово, аферта, это переводив на русский язык, с английского, это предложение, которое должно, с другой стороны, должен быть акцепт, то есть, согласие на данную аферту. Договор, продюсер, эксперт, например, да, и так далее, и там все эти отношения регулируются, да. Дальше, и второй, как бы, очень важный момент, это работа с претензиями. И вообще, вы пишите, да, ну, с претензиями, что там, как бы, не надо затягивать, с претензия пришла, потому что она сама собой не рассосется. Расскажите, коротко, про эти этапы работы с претензиями, с любой стороны. Ну, начнем, так скажем, тот, кто пишет. Если вы заказали какую-то услугу, или там, какой-то товар, чили приобрести, видите, что данный товар или услуга не соответствует тем требованиям, которые были заявлены. Поэтому, чтобы вопросы наиболее быстрее решить, да, то есть нужно сразу же, допустим, написать письменную претензию, которая сделает ссылку именно, что вас не устраивает, указать именно нормативную базу, что противоречит где-то с договором, где-то напрямую с законом, где, допустим, если товар технический, или еще что-то, с тех условиями, там, ГОСТами, ОСТами, требований. Это с вашей помощью, с помощью юриста. Сам-то не напишешь. И наоборот, с другой стороны, претензия приходит в онлайн-школу. Значит, а онлайн-школа сделала все правильно. Что ей тогда делать? Она пишет свой отзыв на данную претензию. И это, опять же, с помощью юриста. Лучше, да. Потому что нужно смотреть, что тебе предъявили. Если это, допустим, незаконно, там, требовали, там, идут расхождения с договором, там, с другой нормативкой, то тогда нужно писать, что, извините, товарищ, мы сделали правильно, потому что это соответствует каким-то требованиям. Вот. Если, да, действительно, какие-то нарушения есть, то сказать, что, да, мы в этой части, допустим, признаем, давайте будем договариваться, там, ну, что-то готово компенсировать, где-то возместить, ну, и вопрос, либо, допустим, просто сказать, что мы там готовы вам что-то замену от этого, либо поменять, либо, допустим, предложить там какой-то дополнительный продукт, если на эту волнечку, там, ну, мы вам вышли, к примеру, бесплатные чек-листы, и тему закрываем. Он говорит, да, хорошо, подписываем соглашение, что вопрос урегулирован. Вот это самый важный момент, что забывают часто люди делать. На словах согласились, это одна сторона выполнена, а вторая сторона, да, я передумал, а когда-то зафиксировано, что, да, я согласен на такие-то, что, например, чек-лист мне бесплатно выписали, да, вышли те, которые я могу использовать. Те выставили, написали соглашение, да, этот вопрос урегулирован, таким-то образом претензий больше нету. И вообще, чтобы претензий возникало меньше, как вы говорите, надо с самого начала весь учебный процесс разделить на этапы, после каждого этапа, их может быть много, там 10, например, да, этапов, подписывать акт выполненных работ. Ну, лучше подписывать. И все это фиксировать. Потому что, сейчас недавно столкнулся, к примеру, вот, деткурс есть такой, да, сейчас какие-то технические проблемы с ним большие. И, чтобы в споре с учеником доказать, он заходил, не заходил, уроки смотрел, не смотрел, а все, деткурс закрылся, как платформа. И даже не та сторона не может доказать, не эта сторона не может доказать, что было, что не было. А так как тут, как правило, бывает, что обучение, связанные споры идут через закон защиты прав потребителей, если обучение было не для бизнеса, это очень важно, потому что там в арбитражном суде нужно разбираться, то тогда суд любой станет на сторону потребителя. А если, допустим, такая, или просто архив какой-то это уничтожен, и когда у тебя будет вот этот, именно оккупанных работ, и всегда сможешь доказать, что ты услугу эту вообще оказал, или там товар этот, действительно там, что-то сделано, все у тебя закрыто. И, как правило, там лучше, я всегда рекомендую через электронную почту делать, чтобы было всегда вот той и той стороны, потому что мессенджеры, сюда их принимают, но мессенджеры, информацию можно удалить. И потом, если вы вовремя скриншот не сделали, у нотариуса не заверили, то потом доказать практически невозможно. А электронную почту, вы даже если у себя удалили, то у той стороны вы не можете удалить. И он всегда сможет доказать, что я получил тебе какой-то документ, например, все, пошел к нотариусу, его заверил, скриншот, и это будет уже изобетонное доказательство в суде. Завершаем уже. И сколько, Сергей, у вас сейчас таких в вашем объеме работы кейсов именно с онлайн-школами? Сколько процентов сейчас? Половина, меньше, треть? Да, наверное, ближе к третью, потому что, ну, честно скажу, есть обращение, но там, видите, многие думают, что им онлайн-школа нужна именно онлайн-школа. Я пришел, ставлю угла, что онлайн-школа это все-таки с лицензией, и очень многие до этого уровня не дотягивают, прежде всего финансово, потому что это определенные затраты, там, грубо говоря, от 100 тысяч и выше, много нужно чего сделать, много каких документов нужно разработать, это только сама работа будет в полиции. А также еще нужны внутренние документы. Одна программа только чего стоит, я, допустим, сам программу не разрабатываю, нужно есть специальному специалисту, которому заказать эту программу. Да, они называются методологи для онлайн-школ, да, отдельная профессия. У вас там, посмотрел, у вас есть целый набор документов, вы продаете, да, вот для онлайн-школ, все юридические документы можно у вас заказать. Да, можно заказать. А еще время совсем заканчивается уже. У вас там фотка с опорой России, вы для них тоже какие-то отчеты делали, да, рассказывали про онлайн-школы, вот именно про онлайн-школы, как-то они регулируют их? Опора России, это общественная организация, она не может регулировать, она как-то объединение, так скажем, предпринимателей Пермского края. А они же тоже могут выслушивать их претензии, да, соответственно, обращаться к вам, юристам, чтобы вы помогли. В рамках опоры есть еще бюро помощи предпринимателей, куда я тоже вхожу. И мое направление, которым я руковожу, это как раз, допустим, разработка законопроектов города Перми и Пермского края. И поэтому любой предприниматель всегда может обратиться в бюро, тем более, это будет именно как конструктивная часть, бесплатно. Вот. И по этому происходит помощь. Также различные другие регулирования могут быть, когда могут обратиться напрямую в опору России, та, в свою очередь, имея соглашение письменно заключенное с прокуратурой, тоже торгово-промышленной палатой, с обморсменом предпринимательским, с налоговой инспекцией, Роспотребнадзор, Роскомнадзор. И можно решать многие вопросы на досудебной стадии. Сергей, это закончилось совсем у нас. Какие у вас два слова сейчас можно описать вашу миссию? Какие это будут два слова? В плане онлайн-школ? Ну, в плане онлайн-школ и вообще в целом предпринимательства, то есть моя миссия именно донести, что лучше работать по закону, это всегда прежде всего выгоднее, спокойнее и лучше будет для всех. Работайте по закону Сергея Мерзлякова, mk.com, mslegal, юрист, наша тема, как стать юристом для онлайн-школы бизнеса, защитить свои права всем контрагентам. Сергей, спасибо, удачи вам. Взаимно, спасибо, до свидания. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Продолжение следует...